Эмоции, здоровье, финансы и отношения – это далеко не полный перечень тем, которые затрагивались на первом фестивале личностного роста. Его организатор – психолог Марина Селивончик. В город на Березине она пригласила игротехников, коучей и бизнес-тренеров из разных уголков Беларуси. Всё для того, чтобы повысить личностный уровень бобручан. Мы хотим тем самым повысить психологическое здоровье, психическое здоровье наших горожан, что очень важно. Но, к сожалению, в трудовые будни это не очень возможно. И поэтому мы предоставили людям такую возможность, что в течение всего дня до 10 часов вечера они могут духовно в себя насытиться. На различных площадках гуру психологии рассказывали участникам форума, как достигать внутренней гармонии, жить в ладу с собой и близкими, как строить карьеру и находить своё предназначение. Каждый мог выбрать наиболее волнующие для себя темы. Актуальность, я думаю, высокая, потому что, собственно, всё строится на этом. Мы принимаем решения, исходя из своих взглядов и прочих. И надо понимать своё отношение к этому, свои предпосылки к тому, чтобы принять правильное решение. И это штука недооценённая. У наших людей мы к этому не привыкли. Поэтому я думаю, что такое должно быть. Должно быть чаще и больше. Волонтёры благопроекта «Обшоп» из Гомеля провели мастер-класс по азбуке эмоционального интеллекта. Его участники научились искусству равновесия и узнали о действенных способах владения чувствами. Сейчас очень это такая, на самом деле, трендовая тема, потому что считается, что эмоциональный интеллект, он помогает и в работе, и в личной жизни. То есть есть IQ, а есть EQ, эмоциональный интеллект, который про то, как раз чтобы ощущать, что ты можешь, на какой ты сейчас волне, что с тобой происходит, и от этого уже понимать, что тебе делать. Ещё одна тема, которая вызвала интерес у бобручан и гостей города – «Моя профессия и деньги». Психолог из Минска Александр Чернега в игровой форме объяснил, как выбрать работу по душе и увеличить свой доход. У нас есть очень яркие примеры, когда люди после нашей игры совершали какие-то рывки в карьере, либо меняли свою профессию, либо они укреплялись в том мнении, что они лучшие специалисты, и там, где им есть, там им хорошо. Фестиваль длился на протяжении всего дня и получился насыщенным и разнообразным. Его участники получали заряд позитива и массу приятных эмоций.